друзья всем привет сегодня у нас на обзоре электроскутер intro stick давайте я по кругу немного обойду чтобы вы смогли оценить его визуальную составляющую движок здесь мощностью 350 ватт максимальная скорость 25 километров в час ну по крайней мере так заявляет производитель чуть позже мы это обязательно проверим далее здесь установлен свинцово-кислотный аккумулятор вольтажом 48 и 12 ампер часов ну сегодня мы тоже кстати постараемся обязательно его разрядить для этого я включаю вот такое вот приложение tracking старт все то есть мы запустили мы будем видеть какую дистанцию проехали я убираю телефон в карман чтобы его не разбить конечно же далее садимся сейчас немного настрою камеру что все было четенько так ну по идее все должно быть хорошо видно заводим байк и все поехали давайте сразу поделюсь впечатлением что мне под первое что приходит в голову это то что несмотря на то что здесь опять же движок 350 ватт и это там не пищева ты не 1500 так далее тем не менее динамика разгона очень хорошая то есть он прям с места я бы даже сказал срывается не так что конечно ваши колеса прошлифовываются то есть резина и тапки слетают нет но это все-таки электроскутер для безопасной езды для размеренной езды по городу но тем не менее вот прям зажимаешь ручку чувствуешь все скутер сразу начинает набирать скорость ладно поехали что же касается комфорта именно комфорта передвижения на данном электроскутере имея ввиду то идет он довольно мягко даже хочется провести аналогию с электросамокатом и самокатом именно который сиденьями я просто только что видел мужичка и он меня видел как раз таки это сравнение он ехал на самокате там было сиденье но подвеска там честно было ну такая себе то есть блин можешь сказать вообще там не было здесь все-таки амортизатор имеется как сзади так и спереди вилка тоже пружинит и как бы выполняет свою функцию при сделан гораздо удобно не то чтобы удобнее комфортнее ехать с маленьких бордюров уж точно я не говорю что нужно заезжать на большие бордюры но вот если какие-то такие небольшие неровности на дороге трещинки плитка то ехать на данном электроскутере прям гораздо мягче чем на многих самокатах ну по крайней мере в данном ценовом сегменте ладно едем дальше также несмотря на то что это все-таки уже полноценный электроскутер у него не небольшой вес его вес 34 килограмма но максимальная нагрузка радует как бы 150 килограмм то есть в принципе это неплохо но здесь также конечно имеется еще и второе дополнительное сидение чтобы вы могли при необходимости могли перевести пассажира я бы не стал делать на постоянной основе так скажем но тем не менее если вот прям вот надо вот все человек может ком сесть небольшой человек до небольшого так скажем роста чтобы вам тоже было комфортно передвигаться вместе с вами и вы можете куда-то так скажем подкинуть и это здорово еще также хотелось бы отметить что данный скутер довольно легко управляем то есть справиться даже новичок мне кажется и например у вас есть на даче магазин ну до него ходить надо пару километров и вы такие думаете блин ну ходить пару километров что-то такое себе покупать себе электроскутер он у вас находится например на даче или в деревне сели доехали до магазина с ветерком купили продукты положили их в корзину здесь кстати спереди имеется вот такая корзина кстати нормального размера между прочим бывает гораздо меньше закинули туда продукты или воду или что вы там купите да и все и возвращаетесь то есть довольно удобный и мобильный транспорт я бы сказал но это имеется ввиду альтернатива электро велосипедом если вам например или просто велосипедом да вот хочется чего-то эдакого пожалуйста приобретайте скутер и катаетесь и так как я сказал ранее движок здесь мощностью 350 ватт и соответственно максимальная скорость 25 километров в час дисплей конечно здесь имеется который отображает индикацию заряда батареи но на нем нет спидометра поэтому есть включил приложение выбрал более-менее свободную дорогу практически вообще никого нет и вот разгоняю смотрите ну да 25 разогнался вы слушаете эта скорость она как бы безопасно и считается даже в европе это вообще общепринятая скорость то есть именно такой скорости вы можете спокойно кататься путешествовать ну имею ввиду конечно на транспорте что она самокате что на электроскутере и всегда вовремя вы успеете и затормозить и повернуть ну поэтому до 25 километров в час это нормальная скорость для езды по городу по паркам по набережной есть такой момент что аккумулятор акб не идет в комплекте с данным электроскутером то есть вы должны его как бы докупить отдельно но тем не менее давайте обсудим аккумулятор который сегодня у меня здесь установлен это аккумулятор на 12 ампер часов вольтажом 48 свинцово-кислотный аккумулятор кстати свинцово-кислотный аккумулятор плохую погоду имеется ввиду не плохую погоду а в минусовую то есть вот например сегодня уже на улице холодно хотя еще все таки только начало сентября еще довольно таки тепло но тем не менее уже прохладно надо гонять в куртке и так далее и вот в такую погоду свинцово-кислотный аккумулятор чуть-чуть все таки получше себя показывает чем литий-ионный аккумулятор но это чисто мое как бы наблюдение и так получается батарея здесь у нас как я уже сказал вольтажом до 48 12 ампер часов и такой батареи примерно хватит используя только ручку газа чтобы проехать километров ну 20 может быть 25 что-то около того важен ваш вес мне вес 87 килограмм в рельеф дороги по которой вы будете кататься опять же минусу а температура важно то есть если блин понятно вы будете кататься минус 10 да например конечно батарея разрядиться гораздо быстрее и также важна средняя скорость всей поездки сам аккумулятор располагается внутри деки для того чтобы зарядить конечно у нас имеется разъем питание вот он полное время зарядки плюс-минус шесть часов и так а теперь давайте обсудим органы управления начнем из рычагов тормозов то здесь система торможения барабанная слева на руле вы можете видеть рычаг заднего тормоза давайте тормознем вот так довольно шустро и сушки нормально тормозит неплохо схватывает даже с влажным асфальтом и справа на руле у нас рычаг переднего тормоза и кстати всегда лучше тормозите одновременно двумя тормозами это как бы сделано это правильно вообще тормозить двумя тормозами это правильно это в первую очередь нужно делать для вашей безопасности что быстро и плавно остановиться в час допустим хоп сразу два сами все слушайте тормоза работают исправно идем далее слева на руле у нас имеется вот такой звуковой сигнал видите довольно громко сигналит то есть не правда бывает гораздо тише что касается экрана давайте к нему перейдем на нем у нас отображается только индикация заряда батареи вот здесь 4 зеленых деления смотрите батарея до сих пор полностью заряжена да когда выворачиваю ручку газом начинают мигать ну потому что так всегда на транспорте особенно я уже проехал не знаю километров наверно ну 45 ты точно проехал вот далее чтобы выключить освещение да конечно же здесь есть освещение вы должны повернуть ключ еще в праве это смотрите вот так электроскутер выключен ведь имеет повернули мы начинаем ехать смотрим хоп все начинает набирать скорость поварачиваем еще раз у нас включается уже освещение спереди там созидиодная лампа загорается и сзади также загорается в задние габаритный огонь и вот справа перед нами ручка газа поворачиваем и скутер начинает набирать скорость в принципе ребят здесь все интуитивно и понятно а давайте теперь разберем что по сути вообще себя представляет данный электроскутер то есть по сути разберем его механическую часть давайте разденем здесь справа торможу тормозну где побольше у нас получше освещение вот здесь например да и мы поближе его так скажем с вами рассмотрим есть подножка ставим надеюсь вам будет видно ребят ну в общем смотрите двойная подвеска то есть часто на электроскутерах просто жесткая подвеска здорово что здесь и вилка выполняют свою функцию то есть она до к ты и шпанированностью она срабатывает и ехать гораздо мягче и также у нас сзади под смотрите под сидением пассажира под пассажирки сидением есть пружина здесь раз амортизатор и сбоку 2 и как бы это на самом деле чувствуется особенно это будет чувствовать с тем людям которые катались на скутерах у которого вообще подвеска максимально было жестко то есть там не было этих пружинок и здесь сев на данный скутер он почувствует разницу ему действительно будет ехать мягче учитывая что и сидение здесь не знаю как он даже показать попробую на этих он умнется она действительно мягкой размер у него очень большой то есть когда ты едешь ты комфортно сидишь комфортно едешь вообще ни о чем не паришься учитывая что у тебя еще ноги будут находиться на деке все ты просто отсел смотришь едешь наслаждаешься поездка ни о чем не думаю рама у данного байка довольно массивная вряд ли она из алюминия давайте проверим моих бездонных карманах как обычно есть рулетка мне наконечники магнит то есть да видно что это не алюминий но как вы слушаете это и хорошо потому что я не думаю что электроскутер должен быть таким прям легким все-таки не должен быть хлипким должен чувствовать себя уверенно на дороге это все-таки ну это все-таки полноценный электроскутер хоть да он и небольшого размера но тем не менее так давайте переходим колесам колеса нас получается диаметр 14 дюймов вот такие вот колеса протектор конечно здесь все-таки городского типа понятно дело но при желании я думаю вы легко можете проехать по траве где-то по грунту вообще без проблем также электроскутере имеются такие вот педали обычные педали как на велосипеде можно сказать здесь тоже есть цепь да но когда вы их крутите очень очень медленно набирает скорость то есть крутить их практически невозможно поэтому я думаю на данном электроскутере уж точно нужно использовать не педали для ваших поездок а исключительно ручку что касается дополнительных плюшек и вообще все что вам может помочь все что вам будет только бонусом и плюсом давайте начнем с корзины я про него же рассказывал спереди да у нас имеется корзина если допустим вы заехали в магазин вы можете кину туда продукты воду купить если вам вы катаетесь вам стало жарко вы можете снять и положить эту куртку либо наоборот с собой перевозить в корзине куртку ну короче это действительно дополнительная полезная штука я бы сказал идем далее конечно же у нас тут имеется два металлических крыла и спереди и сзади если вы будете например кататься в влажную погоду вот например даже вот смотрите передо мной еще служил да вот такая казалось бы электротранспорт все такое но нет я проеду и по крайней мере моя спина точно останется сухой хотя опять же специально и вообще не рекомендую не рекомендую кататься все-таки на электротранспорте по ужин и в дождь но тем не менее если вот вы проедете ничего с вами не случится плюс еще и спина останется сухой приятно и хорошо идем далее конечно давайте я лучше остановлюсь покажу что у нас еще также здесь имеется вот такая вот смотрим подножка стояночная поставили отошли все он уверенно довольно таки стоит электроскутер никуда он не денется и смотрите есть подставки для ног вот такие вот для пассажира то есть пассажир будет сидеть у него ноги будут болтаться не где-то там в воздухе он их поставит не будет даже их пытаться засунуть к вам на деку точнее они не будут мешать ему он их поставит поставит пассажиры соответственно должен быть маленький скорее всего но все-таки он сядет поставить ноги и будет себя чувствовать гораздо уже комфортнее также вы можете вот сейчас опять рассмотреть сидение пассажирская и сидение водителя как я говорю но действительно очень большого размера еще одна дополнительная плюшка ключ с фонариком для чего ну чтобы видно это понятное дело вот у нас на заднем колесе имеется вот такой вот разъем вставляем ключ поворачиваем влево после чего допустим подходит злоумышленник пытается угнать ваш байк видите все колесо заблокировалось то есть никуда он его не укатит в принципе по плюшкам здесь все итак ребята теперь давайте подведем итоги в конце видео как вы можете заметить батареи еще пока не разрядил но тем не менее чуть позже развяжу давайте подведем итоги это удобный практичный простой электроскутер самая доступная модель из модельного ряда интро то есть это хорошая рабочая лошадка за свой бюджет если у вас остались какие-то вопросы по данному аппарату смело переходите к нам на сайт интернет-магазина формат оставляйте заявку на обратный звонок наши менеджеры с вами свяжутся и ответят на все ваши вопросы также вы на нашем сайте можете посмотреть и весь модельный ряд как раз таки интро там есть и другие скутеры по другой цене то есть вы можете выбрать то что вам будет ближе так скажем по душе но теперь самое время полностью разрядить батарею смотрим на данный момент я проехал 6 и 4 километра ну все погнали я уже катаюсь несколько часов если честно меня прям радует и посадка и комфорт самого сидения то что есть такая подвеска довольно таки мягенькая то есть ты просто едешь ну понятно дело здесь ровная дорога но тем не менее просто еду и вообще не напрягаюсь у меня ничего не заболела там не спина не ноги то есть я просто вот села спокойненько и еду так что да если честно мне нравится кататься на электроскутерах это как минимум комфортно и удобно и так что у нас проходимость его смотрите допустим трава встретилась на пути нормально даже специально притормозил вот почему прям вообще вытягивает тяга у него действительно неплохая поэтому по грунту по трое он точно везде про и смотрите сейчас у меня отображается два зеленых деления то есть половина батареи разрядилась поехал я смотрим надеюсь видно 13 и 7 километров ну если честно нормально он себя чувствует то есть в принципе даже набирает скорость неплохо хотя половина батареи разряжена ну посмотрим сколько я смогу проехать когда она полностью разрядиться едем дальше итак смотрим я проехал 19 4 километра ходе сигарите за деление но и поворачиваю ручку газа и он уже практически не едет ну то есть я примерно так рассчитывал что он проедет 20-25 километров в принципе то на то и получилось тут же еще видите ребят какой важный момент это что когда я снимаю обзор я катаюсь не просто от точки а в точку б например если вы видите короба ваш пункт назначения например на работу или ну что-то еще то есть я катаюсь я торможу поворачиваю на улице кстати сегодня уже это примерно 12 градусов мой вес 87 килограмм и когда я снимаю обзор я часто делаю лишние так скажем лишние установки которые тоже также влияют на разрядку батареи поэтому смело можете себе по себе пару километров точно прибавлять ну а мы продолжаем серию видеороликов на современный индивидуальный электротранспорт это электроделосипеды электроскутеры электроквадроциклы электросамокаты и так далее если вам интересно данное направление обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте лайк нажимайте колокольчик и пишите комментарии ну а мы в свою очередь постараемся и дальше выпускать интересные обзоры и тест-драйвы всем спасибо за просмотр пока